Дорогие друзья, я надеюсь, что сегодня у нас не будет никаких приключений с интернетом, со связью, что все будет хорошо. Мы можем в спокойном режиме судить важные проблемы, которые сегодня будут рассматриваться в рамках данной лекции. Я напоминаю, что это шестая лекция в цикле классов и религии, и сегодняшняя лекция будет завершать в какой-то степени небольшой такой проход по разным проблемам, которые рассматриваются в рамках библейской религии. И я сейчас взял, так сказать, такую наиболее центральную, наверное, и наиболее важную проблему, а именно, собственно, проблему взаимоотношения между человеком и Богом. Помню также, что под библейской религией, я в данном случае понимаю, что библейская религия – это некоторая конструкция, то есть это не какая-то конкретная религия. Я таким образом обобщенно пытаюсь понять то общее, что произошло от того, что я называю библейской революцией, то есть от события, когда идеи библейского текста захватили в той или иной форме, в общем-то, наверное, большую часть современного человечества, но происходило это постепенно. И поэтому, пытаясь как-то объединить это, в каком смысле рассматривать это в качестве версий одной некоторой единой религии, я говорю о библейской религии, поэтому понятно, что на практике фактически мы имеем дело с целым веером разнообразных религиозных систем, концепций, они меняются в странстве и так далее. Но, тем не менее, чтобы попытаться понять, проникнуть в глубь библейской мысли, мы как-то рассматриваем сейчас пока что это в целом. Сегодня мы попытаемся разобраться в том вопросе, который стоит в отношении между Богом и человеком. Мы в предыдущие две встречи занимались проблемой створения мира и креционизмом библейским, а вторая встреча была посвящена проблеме человека и, так сказать, антропной идее, которая присутствует в Библии. Сейчас мы попытаемся развернуть эту тему и рассмотреть, собственно, что такое с собой представляют отношения между Богом и человеком. И из этого, я полагаю, мы сможем увидеть, как уже в историческом измерении разворачивается библейская религия, как она реализуется в разных своих формах исторических и, так сказать, культурных и так далее. Ну, первое, чего я хочу начать, это то, что все предыдущие темы в рамках библейского текста нету одной единой позиции, одной единой трактовки вопроса отношения Бога и человека. Там есть целый сложный конгломерат таких трактовок, но это общее свойство библейского мышления. Библейское мышление – это не геометрическое мышление, которое создает некую однозначную систему, в которой есть первоначальные какие-то положения, аксиомы или какие-то догматы, из которых можно вывести все остальное. Наоборот, библейское мышление, работающее в рамках какой-то одной, какой-то иной, более сложной, чем Республика Либоводик или многих Водик, поэтому никак нельзя рассматривать некоторые единые, один способ, один тип отношений между Богом и человеком. Поэтому мы попытаемся придерживаться текстов и рассмотрим несколько таких вот вариантов. Ну, я хочу начать с того, о чем мы уже с вами говорили на предыдущих двух лекциях, а именно с рассказа о створении человека, который здесь вот внизу первой страничке выписан текстик. Это первая история про створение человека, первой главе книги «Перешенцева», книги «Пытия». Вот. И мы здесь видим, что уже в этой истории прописаны определенные принципы отношений между Богом и человеком. Ну, во-первых, мы видим, что начало этой истории, 26 стих, он начинается все примерно так же, как и начинались все предыдущие створения. «Исказал Бог». То есть все тексты, вот, как «искал Бог, да будет свет», «искал Бог, да будет пространство», «искал Бог, да произведет вода», «искал Бог, да произведет земля». Ну, всегда вроде бы все начинается с того, что сказал Бог. Бог говорит не очень понятно кому. Он говорит, может, сам себе, может, он говорит затворяемые реальности. Но, по крайней мере, здесь мы видим, что мир действительно творится при помощи слова. Но здесь происходит некоторая совершенно удивительная вещь. Здесь происходит трансформация ситуации со словом. Сначала Бог говорит, видимо, сам себе или кому-то еще, «продадим человека». И описывает этот человек, и водича стоят они над рыбами, морскими, птицами, бессами и так далее. Потом, еще в 27 стихе, говорит, «И сотворил Бог человека». Много есть интереснейших комментариев, почему в 26 стихе множественном, в числе в 27-м единственном. Но важно другое, то, что сотворил человека, и тут происходит нечто новое. Оно, правда, происходит уже в 28 стихе. А именно, «и богословил их, и сказал им». То есть Бог впервые обращается не к самому себе и не к каким-то обобщенным сущностям. Он обращается прямо непосредственно к человеку и начинает с ним разговор. И говорит ему, «Поддите, совмножайтесь, наполняйте землю, водича спуете» и так далее. То есть, ну, мы видим, что первая речь Бога, обращенная к человеку, высказана в виде заповеди, в виде некоторого повеления или завета. «Делайте так! Поддите, совмножайтесь, наполняйте землю, водича спуете над миром». Но в любом случае это разговор, это начало разговора. Когда к вам кто-то подходит и начинает с вами разговаривать, вы не можете увернуться от этого и вообще не вступить в никакой контакт. То есть, иными словами, первое, происходит обращение Бога к человеку, а не наоборот, не человек обращается к Богу, как это происходит бесконечное количество раз потом, а Бог обращается к человеку. Так это описывает библейский текст. Теперь второй рассказ о пространстве человека абсолютно отличается от первого, как мы хорошо знаем, но он похож в том, в очень многих элементах, тем не менее. И здесь, во-первых, вначале говорится, что не было человека, чтобы обрабатывать землю, и здесь очень важно ивритское слово «лаавод», то есть обрабатывать, я специально перевел слово «обрабатывать», чтобы слово «раб», «работа» здесь присутствовало. Ну, обычно переводят «возделывать» землю, а можно было бы еще перевести «служить» на земле, потому что слово «авода», «работа», «служение», «рабство» – все это разные значения одного и того слова. И так не было человека, и поэтому ничего не было. А и тогда Бог сотворяет человека, создает человека первым творением во второй главе, и правда создает его из праха земного, вдыхает в него дух жизни из себя. То есть человек происходит совершенно иным причискром, если в первой главе он создается последним, и в качестве итога творения, и, так сказать, высшей ступени творения, и также ему дается все творение во власть, а здесь все происходит иначе, он создается, наоборот, в начале творения, потому что без него ничего невозможно и ничего не имеет смысла. И, значит, Бог также обращается к человеку, и заповедуя Бог человеку, сказав, «От всякого дерева сада ешь, а от дерева познания добра и зла не ешь». То есть здесь структура та же самая, то есть человек, когда он появляется, Бог обращается к нему лично, и тоже дает ему некое повеление, некоторую заповедь, но она формулируется здесь совершенно иначе. А именно, вот, ешь от деревьев сада таких-то, ешь, таких-то не ешь, но мы уже только что прочитали с вами, что пока не было человека, который может возделывать землю, то не было и сада, и не было и деревьев. Следовательно, мы из этого можем делать вывод, что, в общем, человек создается не только для того, чтобы есть, но чтобы обрабатывать этот сад, чтобы его возделывать, то есть быть его садовником. Но это очевидная, так сказать, мысль, она здесь из текста сквозит, и так все это и понимают. То есть понятно, что создание сада Бог осуществляет, и все-таки так же, как и создание мира в первой главе. Но все-таки человек ставится над этим садом, но все-таки отношения совершенно другие. Одно дело человек как владыка над всеми тварями земными, а другое делает человек как садовник, который возделывает свой сад. Это разные совершенно концепции. И поэтому отношения между Богом и человеком тоже здесь разные. Концепции имеют общие. В обоих случаях Бог обращается к человеку. Правда здесь не сказано, что ему сказал человек в обоих случаях. Скорее всего, что-то должен был сказать, потому что, ну, когда к тебе обращаются, невежливо просто не отвечать. Вот. Но, тем не менее, текст об этом умалчивает. А, значит, важно, что все-таки сама ситуация отношений, и по имени Бога, который там называется Лаим, Бог Всесильный, а вот здесь называется Аше Малаким, четырех буквы на имя, потом Малаким, и имена отличаются, все отличается, вся обстановка отличается. И отличается также тем, что там, сказано, что человек был сразу мужским и женским, а здесь женщина появляется только в результате этого процесса, здесь начинается некий процесс. Иными словами, отношения между мужчиной и женщиной и здесь, в этой главе, и там тоже совершенно отличаются, потому что там они даны изначально, а здесь они в результате некого процесса происходят, в котором мужчина тоже участвует. Ну, или мужчина, андрогина участвует, это уже, знаю, как трактовать. Так или иначе, мы видим, что отношения здесь двусторонние, но говорит-то пока только Бог, но и кто-то он требует, и человек, кто-то от него ожидает и повелевает ему. Ну, конечно, любопытство нас требует того, чтобы узнать, а что же сказал человек. И это мы, конечно, с вами можем легко прочитать в третьей главе, где подробно описывается грустная история диалога Бога и человека, потому что человек сказал Богу, сначала я от тебя прячусь, потому что я узнал, что я голый, а потом он говорит ему, что это жена, которую ты мне дал, все из-за нее. Вот, а потом жена говорит, что все изразмеет. То есть, иными словами, речи человека, они здесь не очень симпатичны, и все-таки это диалог, это очень важно отметить. Это диалог между Богом и человеком, который потом продолжается и разворачивается на протяжении всей истории, как ее понимает библейский текст. То есть, иными словами, библейский текст нам задает такую парадигму, что Бог, с одной стороны, творит человека, с другой стороны, сразу вступает с ним в отношения, в диалог, и, собственно говоря, вся история мира – это и есть диалог между Богом и человеком, который вот начался с этих двух совершенно разных описаний. Вот. Я готов здесь сделать маленький передыск. Если какие-то есть вопросы, значит, они вроде как есть, вопросы и реплики. Значит, это будет отношение между Богом и Льей Дворкиным и человеком, и Льей Дворкиным. Вот. Но я считаю, что Бог и Льей Дворкиным – это не только Бог и Льей Дворкиным, я считаю, что это Бог всего человечества, и в этом есть наглость некоторая, конечно, но я думаю, что это правильная позиция. Общим для двух текстов является то, что этот мир – созданный человеком. Совершенно верно, да. Мир описан по-разному. В первом случае мир – это огромная сложная система, земля, все животные, растения, там, иерархия – все созданы по своему виду, а во втором тексте – это сад райский. Это одно и то же, конечно, это понятно, но это разное описание, оно, конечно, отличается. Первая, грубо говоря, возможная вещь идет об неограниченной, обобщенной сущности человека, который более конкретно способе жизни конкретной человека. Я с вами тоже согласен, я не знаю никого, кто бы сказал лучше, мне кажется, по этому поводу, чем один из последних толкователей, на мой взгляд, от великих библейского текста Рафмар Дахай Бройл, который, к сожалению, умер лет 10 или 15 назад, он сказал, что первая глава нам описывает совершенного человека, но что же нам делать с этим совершенством? А вторая глава нам описывает несовершенного человека, который в фильме двигается вперед, но что же нам делать с этим движением, если мы не знаем, что такое совершенство? Поэтому эти две главы, два рассказа, они очень существенно дополняют друг друга, хотя при этом они, конечно, абсолютно противоречат друг другу. Ну, прекрасно. Тогда мы двигаемся дальше. Итак, второй раз отношения, я сейчас не рассматриваю отношения между Богом и Каином, это тоже очень важная история, Богом Каином и всем поколением от Адама до Ноха, они складываются по той же схеме, как отношения между Адамом и Богом. То есть, самой первой ситуации. Бог что-то ожидает от человека, человек что-то делает, что-то не делает, Бог обращается. Это очень похожая ситуация, вплоть до такой же парадигмы языковой, когда Бог говорит Адаму, где ты, а Каин, он говорит, где брат твой. Но, тем не менее, это похожая ситуация. Радикальное изменение происходит у нас как раз, как вы видите, в девятой главе, когда возникает история с Нохом. Там тоже вначале Бог просто обращается к Ноху и говорит, что он будет делать потоп и требует от Ноха выполнения каких-то его повелений. И тоже они связаны с миром, они связаны тоже с животными, с тенями, он должен сохранить мир. То есть, Ной, он, естественно, является продолжателем дела Адама. Он должен быть и владыка, и, одновременно, садовником. Но что происходит дальше? Дальше происходит новое. А именно, Бог заключает с Ноем завет, брит, союз. Вот это 9 глава 8 и 9 ритм, заключение союза. Ну, как вы понимаете, союз – это всегда двухсторонняя штука. То есть, не может быть союз в одну сторону. Вот. И, значит, соответственно, вот это заключение союза – это некоторая новая фаза и, следовательно, новый тип отношений между Богом и человеком. С Адамом Бог никакого союза не заключал. Может быть, предполагалось это автоматически, но они друг друга не поняли в этом отношении. А вот с Ноем заключил. И этот союз, он как бы действует до сих пор, потому что Бнэль-Ноах существует. Это народы мира. И, соответственно, библейским текстом, и, соответственно, так как его понимает последствия Талмудический текст, существует некий завет между Богом и человечеством, который здесь сформулирован в 9 главе. Вот. Но по каким-то, пока не очень нам понятным причинам, этот завет оказывается недостаточен. И тогда Бог заключает завет, то есть союз с Авраамом. Довольно подробно расписано в нескольких главах книги «Бережит», но подробно, вот мы видим это в 17 главе, и я только маленький фрагментик этого текста привел, но его было бы интересно проанализировать полностью, но здесь важно, что Бог заключает союз, даже здесь уже сформулирован, каким он образом. В чем состоит союз? Поставил, вот 7 стих, «Поставлю свой союз мой между мной и тобой, между потомством твоим после тебя, в роды, союз вечный, чтобы быть тебе и потомством после тебя, чтобы быть Богом тебе. Я дам тебе потомство твою после тебя, землю пребывания твоего, землю неудения, и буду им Богом». То есть, иными словами, здесь русский язык нас немножко подводит, потому что в чем собственность союз? Значит, я, говорит Бог, даю вам землю, а вы? Союз – это договор. А вы – это то, что сказано здесь, то, что я буду вам Богом. Что значит быть Богом для вас? На иврите это очень понятная штука, потому что слово «логим» обозначает «власть». То есть, вы будете подчиняться мне. Вы будете мне служить, вы будете мне следовать, вы будете хладить мне заповеди. То есть, иными словами, отношения, да, действительно двухсторонние, как это было и в случае с Адамом, дальше там, ну вот, как бы, снова там в начальной фазе, когда сначала Бог какие-то повеления дает, а потом он закричивает союз. Здесь этот двухсторонний союз состоит в том, что, ну, Бог будет Богом для Авраама и его потомков, а Авраама и его потомки будут народом или следовать путями этого Бога. Вот в этом и состоит союз. Я хочу обратить ваше внимание, что как в случае с Ноком, так и в случае с Авраамом тут произошло радикальное изменение, произошло в отношении истории с Адамом. Но в случае с Адамом был просто разговор. Понятно, что это не просто разговор, но он пока не был никак оформлено, оформлено зафиксирован. Здесь же это союз. И если мы будем внимательно, феологически внимательно следить за текстом книги «Берешит», то мы увидим, что как только, что вся эта история с союзом, она чрезвычайно важна, потому что после заключения Бога союза с Ноем, до этого никаких союзов не было, тут же начинается всякий союз с разными личностями, которые там живут, с Абимелохом, с Царем Юстинским, с другими жителями земли Ханаанской. Все начинают заключать союзы между собой. Но первый союз заключен был здесь вот между Абрамом, между Нохом и Богом, потом Абрамом и Богом. И это другой тип отношений. И вот мы видим, значит, дальше развивается эта тема. Я не рассматриваю, что происходит дальше, когда потомство Абрама, как бы развивают этот союз, как разговаривают с Богом, каким иным образом. Это могло бы нас очень далеко вести, но у нас просто на это нет времени. Тем не менее, мы видим, что вот в рамках этого союза начинается более подробный разговор. Ну, я бы сравнил это отношение примерно таким образом, когда есть какая-то дружба или какие-то личные отношения, любовь, не знаю. Это одно дело, когда есть союз, то есть договор между сторонами, это уже другая история. Есть обязательства взаимные, есть какой-то письменный документ, например, и так далее. Вот этот тип отношений, взаимоотношений между Богом и человеком, это тоже следующий этап. Этап еще дальше развивается в книге Шмот, я в них привожу 19 главы из книги, Исход. И вот вы будете слушаться «Глаза моего» и заключается «Союз, завет мой». Будете моим дрожайшим делом из всех народов или драгоценностью, как это более точно перевести, «Ибо моя вся земля». И сказал Господь Моше, напиши себе слова, ибо по словам этим заключил я союз с тобой из Исраиля. И дальше вот в 34 главе «И сказал Господь Моше, напиши слова эти, ибо по словам этим заключил я союз с тобой из Исраиля». То же самое. А, это просто, извините, да, это, ну, неважно, я, кажется, то же самое написал, но это неважно. Значит, а, вот что важно, действительно важно, это фрагмент «Снегидворим» внизу, «Старозаконие», написал Моше эту Тору и передал ее священникам, Снаю Левин, несущим Копчег Завета Господня и всем, конечно, нам Израиля. Здесь появляется Копчег Завета, что такое Копчег Завета? Это Аронобрит, то есть Копчег Союза, или Завета. То есть мы видим некоторое, здесь вот просматривается некое последовательное действие. Сначала Адам, Инох, там, Каин, просто разговаривают с Богом, туда-сюда. Потом, между Богом и человеком, потом Авраамом, его потомками заключается союз. Потом этот союз формулируется в виде некого договора или текста, или книги, или учения, записывается в книгу. Эта, значит, книга кладется в некий специальный Копчег Завета, Копчег Союза, как, ну, так сказать, документ, подтверждающий этот союз. Мне кажется, что здесь рассмотрено три этапа, три фазы становления отношений между Богом и человеком. Одна фаза – это просто личные отношения, которые, как у каждого человека с другим человеком, или, может быть, у каждого человека с Богом. Вторая фаза отношений – это когда отношения фиксируются в виде договора, и третья фаза – когда этот договор фиксируется в виде некого текста, некого учения, некоторого, значит, некоторого договора, такого письменного содержания и так далее. Вот эти три фазы, я хочу отметить, что они отличаются между собой очень сильно, потому что одно дело, когда между двумя сторонами даже есть договор, но этот договор не сформулирован подробно в виде какого-то учения, то тогда мы знаем, что мы должны следовать этому договору. Ну, например, этот договор лежит в каком-то очень, как это здесь написано про Маше, положи его в некий копчег Завета. Вот он лежит в неком копчеге Завета, и мы все знаем, что есть такой вот договор, и мы должны ему следовать. Но поскольку здесь вот, как сказано, и написал Маше Тору эту и передав священникам, несущим к общей Завете, то есть, ищет о Торе, значит, то есть об учении, которым сформулирован этот союз. Это уже новая ситуация, потому что тут получается такая штука, что, в принципе, каждый человек, у которого есть доступ к этому учению, доступ к этой Торе, он тем самым является носителем этого Завета, и, в общем, обладает некой внутренней автономией, потому что одно дело, когда Завет заключен с каким-то обществом, и этот Завет зафиксирован в виде какого-то сакрального символа или чего-то еще, а другое дело, когда заключен Завет, и он зафиксирован в некотором очень обширном учении с большим количеством противоречий, сложностей, нюансов и тому подобное. Это, мне кажется, очень важный момент в плане той формы отношений, которые происходят, имеются между Богом и человеком. Я хочу еще одну фазу рассказать, но это не совсем, я думаю, что вот эти три этапа, которые я сформулировал, диалог, союз, союз зафиксирован на учении, но я хочу сделать небольшой шаг в сторону еще, и в плане отношений между Богом и человеком, и дать другое измерение отношений между Богом и человеком, которое вот здесь тоже я показываю в тексте, ну, я бы мог привести десятки текстов из библейского текста, но здесь я беру самый классический, самый знаменитый текст, это начало первой главы пророка Ихескеля, из Экирилля, где, значит, описывается видение Ихескеля, когда к нему является божественное явление, в виде колесницы, который, из которой ему говорит голос Бога, и так далее, и так далее. Мы, в тексте Танаха, Библии, имеется множество примеров, где описывается, как Бог является к человеку. И здесь очень любопытно, что первая ситуация, когда здесь повторяется в том смысле, что всякий раз Бог является к человеку первым, при этом оказывается, значит, даже то, что человек потрясен от этого явления, это тоже всякий раз происходит. Но мы не знаем ощущение Адама, когда к нему впервые обратился Бог и сказал ему поддеться размножаться или сказал ему о сделаве цадка. Но мы знаем его, знаем то, что происходило дальше, то, что происходило с Моисеем, что происходило с пророками, Яковом, Авраомом, Искаком и так далее, когда к ним являлся Бог. Или это происходило с пророком Ильягу, или с пророком Иешаягу, и ко всеми другими пророками. Иными словами, мы видим одну и ту же парадигму. В какой-то момент Бог является к человеку в виде каких-то невероятных странностей, каких-то колесниц, каких-то образов и тому подобное. он никогда не является к нему, по крайней мере, в тексте библейском, в Танахе еврейском, так сказать, еврейской Библии, Бог никогда не является к человеку в виде образа человека. Он всегда является в какие-то странности. То происходят вот такие вот как бы эти вот какие-то превращения, какие-то громы, молнии, как-то происходит на Синайском московине и так далее. То есть это происходит в результате некоторого такого странного события. Вот. И дальше человек вступает в диалог с Богом, начинает с ним разговаривать. И вот этот диалог между Богом и человеком продолжается. Для меня это очень важно отметить тому, что даже после того, как уже появилась книга, появилась документ, описывающий отношения между Богом и человеком, все равно Бог является человеком не только через книгу, а непосредственно. Это происходит на протяжении всех поколений. Другое дело, что со временем с историей книга приобретает все большее и большее значение для реализации этого диалога. Но диалог происходит сам по себе, он происходит непосредственно. Я могу вам привести еще один пример, который здесь не указан в тексте. Это совершенно потрясающая сцена, которая описывается в книгах Эзры и Нефемии, когда строят стены Иерусалима, и Эзра начинает читать книгу Торы народу. И народ плачет, потому что они его знают. Такое впечатление, что до этого они Торы не очень внимательно читали, мягко говоря. то есть иными словами начинает книга действовать как главный источник взаимоотношения между Богом и человеком. Это происходит действительно где-то в 5-6 веке до нашей эры, когда постепенно книга обретает статус главного посредника, главной книгой и учения, соответственно. Но при этом работает еще несколько целая цепочка посредников. Во-первых, у нас есть, естественно, это происходит уже после всей эпохи первого храма, когда был храм, были священники, была священная литургия, религиозная практика, было много-много чего другое. Было учение. Это учение мы видим то и там, и то там оно появляется и в книгах пророков, и так далее, и так далее. И все-таки написанный текст становится важнейшим элементом последующим между отношением Бога и человеком где-то вот именно в это время, 5-6 век до нашей эры. Мы нигде не видим в тексте предшествующей, описывающей предшествующей сцены, где бы отношение Авраам там сидел бы и читал какую-нибудь книгу, и вот к нему явился Бог в результате ответа на то, что он прочитает. Нет, он спасет овец, Бог ему является совершенно из другой ситуации. И вот именно книга становится таким центральным элементом именно где-то в эту эпоху, а в третьем веке до нашей эры эта книга уже переводится на греческий язык, становится одним из, приобретает название Библия и становится одним из важнейших элементов распространения божественного разговора на весь мир. вот я хотел вот таким образом пока что я задал несколько только вот так сказать парадигм, ну собственно говоря, три основные парадигмы это простой диалог завет и диалог на основании завета, диалог внутри завета. Вот я хотел бы прежде чем двинуться дальше, может быть посмотреть какие еще есть вопросы, я вижу, что они есть. по поводу того, что Элаим это природная сила, это извините, пожалуйста, ну я никак не могу даже комментировать не комментировать, но потому что слово природа силы да, Элаим это силы, но природа тут ни в чем абсолютно, потому что нет никаких намеков, это придумали религиоведы в 19 веке, что это сейчас природа каким-то образом, нет, это никакого отношения к природе не имеют, Элаим это просто Бог или Бог в таком множественном числе в каком-то смысле, не знаю как даже перевести на русский язык это слово, но по-разному это интерпретируется, говоря, что это Бог, который проявляется в мире, что это Бог как власть, который, да, властвует и над реальностью, над природой, над миром, но это не Бог природы, это не какое-то соединение природных сил совершенно, то есть нет основания, чтобы так трактовать, как вы это спрашиваете. В Торе как бы идет речь о развитии человека через образы начиная с индивидуального развития и заканчивается национальным. Нет, нет, тоже не согласен. Во-первых, в Торе не заканчивается национальным, это есть одна из распространенных ошибок. Тора начинает разговор, даже мы из этих текстов это видим, Тора начинает с некого развития человека, действительно, осматривая сначала как индивидуальное, потом как коллективное, потом говорит о человечестве, как о народах мира, там приводится таблица народов, вот, потом появляются действительно народы, вот, в 11 главе книги Бытия, и дальше, через некоторое время, действительно, в конце книги Бытия появляется народ Израиля как в некотором роде альтернатива, а в некотором роде дополнение, вот, но нигде нету того, чтобы этот проект народов куда-то ушел, исчез, нету такого, тут нету диалектического снятия, как у Гегеля, что вот, мол, появился народ Израиля, поэтому народы мира больше не нужны, ничего подобного, значит, просто происходит некий процесс дифференциации, не нужна та схема поведения народов мира, которая выразена, высказана в истории про Илонскую башню. Это, скорее всего, текст критикует, так сказать, порицает, когда народы мира объединяются для того, чтобы создать Илонскую башню или создать некоторую суперимперию, и что-то еще в этом роде. Привет, 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 я очень рад за вас. Все, закрыт уже рученька и попроси маму, что здесь закрыло. Да, извините. Вот, так вот, значит, в результате возникает следующий проект появляется народ Израиля, да, носитель Торы, носитель всей этой традиции, да, который здесь называется драгоценностью и тому подобное, но наряду с этим народом Израиля продолжаются существования все народы и ни на один момент текст не забывает о их существовании. Вот, то есть, они продолжают свое существование, одну секунду, я закрою мир, да, потому что веселая команда пришла и теперь нет. Хорошо, то есть, не в национальном заканчивании, но национальное это не итог, это некоторая промежуточная точка и не более того. Завет продукт непротивления сторон. Позиция Лакима весна, позиция человека не очень, поэтому совершенно это не договор, а оферта, то есть, предложение сотрудничества, как бы, нет, я не согласен. Ну, смотрите, во-первых, я иду из буквального текста. Нет у нас другого способа перевести слово брит, как, иначе, как именно договор. И он используется тут же рядом в соседних страницах именно в чисто буквальном смысле как договор между Аврамом и какими-то его соседями. Значит, это именно договор, но, конечно, вы правы, что нужно задать вопрос, в чем стоят обязанности сторон. Значит, ну, в случае с Моем, это вопрос довольно тонкий, потому что там действительно текст подробно не прописывает обязанности, Ноя, но тем не менее ему тоже даются заповеди. И, значит, Талмуд разворачивает эту систему, называет семью заповедями потомков Ноя, потомков Ноха, и говорит, что это важнейшие нравственные заповеди, заповедь, кстати сказать, почитания Бога, заповедь запретого поклонства, заповедь запретого убийства, космешения и, значит, убийства и кривосмешения, заповедь не ест от живого, то есть определенного рода отношений с едой, Ноя разрешают есть животную пищу, но самое главное, это суда, согласно Талмуду. Талмуд утверждает, что Ноя была дана заповедь справедливого суда, то есть спромулировать законы справедливости и следовать им. Ну, что касается заповедей, которые сказаны здесь по отношению к Аврааму, то я уже сказал, это сказано несколько раз повторено по отношению к его потомкам, что от них требуется сходить путями Бога. То есть Бог, завет такой, очень простой, что я вам Бог, а вы мне народ, или вы мои, вы идете, дело в том, что, понимаете, тут есть такая штука, что слово Бог по-русски звучит ужасно объективизировано. На иврите слово Элаим, тем более Ашем, значит, особенно Элахим не звучит, как некоторая объективизированная сущность. А имеется в виду, ну, как, если я, простите, назову, переведу это словом руководство, значит, это будет довольно точный перевод, но, значит, руководство не может быть руководством вообще, оно руководство чьё-то, да, и поэтому в самой формулировке здесь объясняется, здесь содержится та простая идея, что завет состоит в взаимных отношениях, Бог выбирает себе народ, а народ следует путями Бога. Эти пути суммулированы в виде заповедей, и, конечно, эти суммулированы в виде Торы, и поэтому здесь обязательства совершенно взаимные. другое дело, что это договор не такой, как договор на съём жилья, где прописано, что я обязуюсь там побелку делать, или покраску, или ещё чего-то выпачивать, парпату, тогда, но, тем не менее, Талмуд как раз пытается ну, просчитать и понять, а вообще, что из этого на практике-то следует, из этих отношений, вот, но сама Тора это не делает так подробно, только некоторые вопросы занимаются подробно, а больше занимается более широкими темами, но, тем не менее, она тоже выстраивает отношения между человеком и Богом. Так. Да, слово «Элоим» действительно это «Элох», от которого арабы, так сказать, отбросили множество получился арабский Аллах, ну, потому что для нас очень важно множественность божественная, единство его очень важно, но также и важно вот это вот самое окончание «Им». Так. «Эле» я не думаю, а почему, а почему, почему «Эль» вы отбрасываете? Можно, конечно, так прочитать, так. Посмотрите, поскольку тексты без огласовок, трудно тут, так сказать, есть и разное название у Бога, есть просто «Эль», есть «Элоа», и я сейчас не хотел бы вступать здесь в филологические разборки этого вопроса. Да, именно это, но это читается именно как «Элоа». вот. Все зависит действительно от огласовок. Короче говоря, я действительно сейчас, я не являюсь библистом, профессионалом, буду выступать здесь спор, а двинуть, пожалуй, дальше. А я хотел бы сейчас немножечко поговорить о философии псалмов, то есть попытаться рассмотреть, каким образом в тексте псалмов разворачиваются вот эти отношения между Богом и человеком. то есть понятно, что задачи слишком сложные, потому что времени у меня мало, а тексты большие, объемные и так далее. Но я вам предлагаю самим прочитать, я сейчас не буду читать текст, например, 90-го псалма, который совершенно замечательно комментирует, разъясняет в своей книге «Звезда избавления от трансфорзов света». Значит, но что здесь для меня очень важно, если вы почитаете здесь как раз если в теории этих книжек Бог обращается к человеку, дает ему свои заповеди, а человек в лучшем случае там что-то такое отвечает и уж точно не является главным инициатором разговоров, но все абсолютно меняется в псалмах. Здесь инициатором разговора является именно человек, все ну 150 псалмов, как по-кармински по советской версии это такие вот разговоры, но разговоры в другую сторону. И я воспользуюсь метафорой Шимшан-Рахаэг-Гирша, который назвал псалмы это Тора, который человек дарует Богу. То есть есть пятикнижи Тора, которые Бог дарует человеку, а есть Тора, который человек дарует Богу, это пять книг псалмов, вот, и соответственно тут человек говорит, а не Бог. Вот, я хотел бы еще усилить эту метафору, именно сказать, что псалмы это некоторое роде пророчество наоборот, то есть пророчество, которым как бы человек, пророчество, не Бог является человеку в своем пророчестве, а человек является к Богу в своем, так сказать, ну, не знаю, негативном или мнимом пророчестве. То есть таким образом псалмы играют совершенно колоссальную роль в тексте Библии, и в этой контексте мы можем здесь посмотреть, как разворачивается, например, этот 90-й псалм, когда Маше, это ведь он же получил Тору, тут уже как бы обращается к Богу, и он обращается к Богу не очень-то, то есть не так, как, например, в псалме, который там ниже приводит в 148-м, где говорится «Галилуя», «Хвала Богу» и все прочее, он очень, как бы я бы сказал, тяжело и очень трагично и очень чем-то иронично говоришь Богу, обращаясь к Нему, видно, что он испытал невероятные страдания и переживания. Это называется «Молитва Маше». Я не стал бы отразделять его с Маше из пяти книжек, по крайней мере, как ментальный автор, это что-то немножечко другое. Но понятно, что для библейского текста тот же самый персонаж. Так вот, он обращается к Богу и он говорит про человека, он говорит, что такое человек, в общем, критикует к его степени Бога, который с одной стороны доводит людей до изнеможения, говорит, «Вернитесь». Он описывает здесь отношения между Богом и человеком. Я хочу сказать, что вот в этом одном салме целое торо содержится, потому что он действительно невероятно многообразен по своему содержанию и про жизнь и про смерть здесь говорится очень много и очень серьезно. И в итоге кончается это действительно молитвой, потому что здесь начинается слово «молитва», но в тексте это не молитва, а это просьбы, там «научи нас считать дни наши». Вообще здесь если есть молитва, то это молитва целый веер, молитва, которая дает формулировку того, как человек, что человек хочет от Бога вообще. Но самое главное, чем он хочет от Бога, формулируется в последнем стихе, «Добудит милость Бога нашего на нас и делая рук наших, утверди для нас и делая рук наших, утверди». То есть, в конце-то концов, человек просит Бога не просто милости и не просто избавления, а он просит у него избавления его рук, то есть способности его служения, потому что ведь Бог-то обращается к человеку для того, чтобы человек что-то делал, разделывал мир, подился, размножался, что-то создавал. И именно поэтому человек просит у Бога богословения для рук, чтобы осуществить его волю. Это таким образом значит, вот то, что мы можем очень коротко найти в Салме 100, в 90-м, другой 115-м, в Салме, который тоже Радон Швейк очень подробно комментирует, и поэтому я надеюсь, вы скоро получите книжку с Радон Швейга так или иначе и сможете прочитать внимательно этот Псалом. Здесь разыгрывается, здесь очень интересно, то, что представьте, что здесь главным героем этого Псалма является некоторое «мы», которое начинается как раз отрицание «не нам, а имени твоему Дай Славу». То есть «мы» это что «мы», а вот «имени своему Дай Славу», потому что народы мира говорят, где Бог их. И здесь в начале разворачивается в течение этого Псалма разворачивается вся история человечества в какой-то степени, начиная от того момента, как мистические народы верят в идолов и не хотят признавать единого Бога, до того, как дальше и здесь есть порицание подобно им будут делающие, которые полагаются на них, то есть на идолов. А Израиль должен полагаться на Господа и здесь приводится такое богословение тройное, а именно Израиль полагается на Господа, Дома Ароны полагается на Господа, боящиеся Господа полагается на Господа. Понятно, что Израиль это Израиль, Дома Ароны это священники, то есть храм, Иерусалимский храм. А боящиеся Господа кто это такие? Но об этом существует целая литература там кто эти такие? Иерей Шамаем, Иерей Лаким и ну по контексту этого псалма понятно, что это просто люди. То есть здесь описывается такая наиболее широкая категория это все те, которые следуют пути Бога. И это уже не только Израиль. И поэтому следующий текст, дальше продолжение этого псалма значит небеса Богу Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Опять-таки сынам человеческим, то есть мы видим, что этот псалм возвращается именно к начальной точке Библии, а именно тому, как земля дана сынам человеческим. Это как раз написано в первой главе. Вот. Эти сына человеческие должны восхвалить Бога. И поэтому эти говорится вот эти сыны человеческие, которые мы будем восхвалять Бога отныне и вовеки. И это мы уже совсем не те мы, как говорит Розен-Свайка, я с ним совершенно согласен. А это уже более широкое мы, это то мы, которое относится к всему человечеству. Вот. То есть таким образом этот псалм как бы разворачивает мессианскую идею как некоторую последовательность. наконец последний приводим в 45-й псалм. Извините, это 148-й все-таки это ошибка. Значит, ошибка просто рей и хет похожи на иврите. Я отвечаю на 145-й. 148-й псалм. Вот. И здесь тоже происходит воспаление Бога. Здесь уже как бы такая совершенно уже мессианская сцена. Но обратите внимание, хвалите его солнце и его небеса, небес, воды, которые над небесами, хвалите его огонь, град, снег, пар, ветер, бурь, исполняющий слово его, горы, все холмы, деревья, кедры, звери, всякие скоты, пресмыкающиеся, криваты, цари земли, все народы, князья, все судьи земные и так далее. Юноши, девушки, старцы, вот вам весь и феминизм, хотите здесь есть? Потому что здесь описывается тот процесс, который описывает ценность, но уже в некоторой финальной стадии, когда происходит вот это воспаление, уже оно происходит не от каких-то коэнов в Иерусалимском храме или левитов, которые в Иерусалимском храме поют «Галилуя», а когда весь мир это делает, включая бездны этих левиафанов, морях, рыб и тому подобное. Мне важно показать, что вот это последовательное взаимоотношение между Богом и человеком, а на самом-то деле это отношение не только между Богом и человеком, но и отношение между Богом и миром. Потому что человек здесь только поставлен в качестве некоторого ядра, сердцевины этого мира. Это было видно с самого начала, но здесь это видно абсолютно в ясном свете. То есть, иными словами, вопрос о взаимоотношении между Богом и вером, здесь человек должен сыграть достаточно ключевую роль во всей этой истории. И понятно совершенно, что в данном случае, да, еврейский народ должен сыграть ключевую роль в этой истории тоже. Потому что именно с него начинается этот процесс разворачивания библейского библейского проекта. Вот. Ну, а теперь я хотел бы, поскольку, значит, подскажите, пожалуйста, комментарии к псалмам. Я попробую, давайте в форуме обсудим эту тему. Большой разговор, у меня сейчас на это нет времени. Комментарии к псалмам есть, и есть хорошее издание. Значит, я с удовольствием вам дам ссылки, но только в форуме. А сейчас я хотел бы перериснуть страницу, и заняться, поскольку времени у меня маловато осталось, еще чуть-чуть все-таки есть. Вот. Я хотел бы посмотреть, как разворачивается диалог про историю в следующий раз. Я пока что не про историю. А как он, в принципе, разворачивается в разных воззрениях, в разных точках зрения, которых есть в библейской религии, в библейском мыслях. Ну, я здесь коротко немножечко подвожу как бы сказать на то, что есть сначала просто диалог Бога с человеком или Бога с человеком, потом служение возделания, или потом начинается коллективное отношение, которое фиксируется в завете. Я здесь написал, как Гжавет, но это надо поправить, значит, как договор. Но дальше мы с вами сказали, что отношения между Богом и человеком начинают, договор должен быть сформулирован каким-то образом. И вот то решение этой темы, которую находят библейский текст, то договор формулируется в виде Торы. То есть Тора, это и есть Тора в данном случае не только пятикнижие, а Тора как учение в целом. Она и есть, собственно говоря, формулировка договора между Богом и человеком. И, следовательно, она является также и медиатором отношений между Богом и человеком. Так, по крайней мере, это сформулировано в тех текстах, которые мы с вами только что читали. Но, начиная с четвертого сейчас, так, учения, так, учения Торы как «Отожение Бога и человеком». Это у нас пункт номер пять. Я тут номера не ставил, но не важно. Начиная с пункта номер шесть появляется кое-что новенькое, которого вообще нету никакого намека даже в тексте пятикнижи. То есть, может, как намеки есть, или даже в целом во всем Танахе. Собственно говоря, вопрос о вере в Бога. Значит, вера в Бога как корм библейской религиозности. Это некая проблема, потому что слово «вера» на иврите это «эмуна», очень-очень важное слово, которое, если с ним можно переводить по-разному, от этого слова происходит от этого корня «алиф-мэм-нун» происходит самые удивительные вещи, искусство происходит отсюда, и истина происходит отсюда, и воспитание происходит отсюда. Это очень такое яркое слово, но оно, единственное, что оно совсем не обозначает, это вера. Хотя это именно таким образом, как правило, и переводится. я бы сказал, это верность или доверие. То есть эмуна в библейском тексте и в Талмуде много раз это слово употребляется, то есть я подношусь к самому Богу, говорится, что ты Бог верный. Что это значит? Что ты веришь в нас. Ну, конечно, так можно сказать, что мы, типа, верим в тебя, а ты веришь в нас. Но на самом деле это слово верность, как и по-русски, значит немножечко другое. Это в какой-то степени формулировка отношений между человеком и Богом. И поэтому вера первоначально это есть двусторонняя форма отношений между Богом и человеком. Но в какой-то момент, и происходит это, видимо, уже в эллинистический период, слово вера начинает трактоваться как вера какие-то как, ну, скажем, как вера во что-то, какие-то принципы, какие-то идеи, какие-то слова. Эта трактовка совершенно обоснована, потому что мы с вами только что говорили, что союз, завет сформулирован в виде учения. Следовательно, можно сказать, что вера это вера в это учение. То есть человек относится к Богу с доверием или с верой, это значит, что он принимает учение, которое сформулировано как учение завета между Богом и человеком, то есть принимает Тору. Но дальше возникает естественный вопрос, а в чем же это учение, во что он должен верить? И вот здесь начинаются некие приключения, потому что как раз я полагаю, что это греческое влияние, эллинистическое, когда начинается попытка сформулировать учение в виде некоторого набора аксиом, теорем, выводов каких-то понятий, догматов, принципов и тому подобное. И говорится, что вера в Бога это значит верить в какие-то аксиомы, например, что Бог есть, или, например, что он обладает такими-то свойствами, или еще что-нибудь в этом роде. Я должен сказать, что еврейская традиция, по крайней мере, до Средневековья ничем подобным не занималась, то есть никаких попыток там есть такая вот идея сформулировать всю Тору стоя на одной ноге. Или там сказать главный принцип Торы. В Талмуде очень любят сказать, о чем состоит вся Тора, например, возлюбим пирню как самого себя. Таких вещей эпохи Второго Храма и эпохи Талмуда говорилось очень много, но сказать, что вся Тора сводится к этому принципу, или вся Тора сводится еще к каким-то принципам, конечно, такого нет. Это начинается еврейский традиция среднего века, но христианская традиция это началось значительно раньше просто по той причине, что христианская традиция более эллинизированная была. И кроме того, для управления обществом, для управления народом очень важно очень четко сказать, во что ты должен верить, а во что ты не должен верить. И поэтому уже в Третьем, Четвертом веке были сформулированы догматы, на основе которых смотрите, может быть в моих словах вы увидите какую-то иронию или какое-то негативное отношение догматики. Это абсолютно не так. Я честное слово очень серьезно и совершенно позитивно отношусь к догматике, потому что догматика это собственно говоря формулировка учения. Это формулировка учения как бы но я хотел только обратить внимание, что в самой Библии никакой догматики нету и даже намека на догматику. Догматика появляется даже в Новом Завете нет никакой догматики. Догматика появляется потом, когда происходит попытка сформулировать веру, принципы веры и так далее. В еврейской традиции, как я сказал, это начинается с 11-12 века, маймонит формулирует 13 маймонитов принципов веры и вообще начинается в то же время у мусульман это значительно раньше происходит, и конечно у христиан еще раньше, а именно попытка сформулировать веру в виде каких-то принципов. Дальше происходит совершенно потрясающая подмена понятий, потому что оказывается, что отношение с Богом состоит в том, что ты веришь в некий набор принципов. Это уже не ты не веришь даже в самого Бога, или не то, что верен Богу, или находишься с ним в отношениях, а ты веришь в принципы, некий набор утверждений, например, что Бог обладает какими-то свойствами. Это действительно произошло постепенно в средние века, хотя это не значит, что средневековые люди ограничивались только верой и принципы, они верили в Бог, но тем менее, вот, так сказать, такая форма взаимоотношения между человеком и Богом, как вера человека в некие принципы о Боге, такая штука появилась, и я хочу сказать, появилась еще более сильная штука, а именно появилась идея, что это как раз в некотором возвращении от этого догматических принципов, а именно появилась идея о том, что, собственно говоря, вера человека в Боге это не вера, а верность, а следовательно человек это раб Божий. Идея, что человек это раб Божий, Эвит и Лаким, она, конечно, из Танаха, из Библии, много раз там упоминается, но нигде в Библии не говорится к этому делу сводится, что мы просто рабы и должны просто служить Богу, как раб служит своему господину. И такая трактовка Библии, она, ну, бесконечно упрощенная, и, в общем, просто, по сути, неверная. Вот, но именно такая трактовка, тем не менее, приобретает определенную силу в разных, во всех трех великих, я полагаю, что в исламе наибольшую силу, потому что именно в исламе идея послушания, исследования божественному повелению приобретает наиболее тотальный характер. В иудаизме идея служения тоже является высшей, то есть она находится, ну, как бы, центральной идеей является, но служение не то, чтобы равных, а служение, ну, скажем так, служение почти равных. То есть, конечно, человек меньше, чем Бог, но он образ Бога, и поэтому служение человека Бога это взаимоотношение, двухстороннее взаимоотношение с очень существенным критическим элементом и так далее. Конечно, человек должен идти следовать путями Бога, но он все-таки имеет право голоса, он может спорить с Богом, он может сказать свое мнение и тому подобное. Таким образом, у нас отношения, значит, возникает целый веер таких вот отношений между Богом и человеком, и я хочу, чтобы, ну, завершить, так сказать, разговор об этом веере, потому что мы с вами будем об этом рассматривать, это в историческом назмерении уже в следующий раз более подробно, а пока что я всего лишь хочу сформулировать, значит, что произошло в целом дальше. Ну, я это установлю, новая, во-первых, у нас появляется новая библейская революция, да, во-первых, есть очень важная тема, это познание Бога, то есть отношение с Богом в форме познания Бога, это не значит, что я просто верю в Бога, я хочу Его знать, я хочу ободать глубинным Его постижением, и это, в общем, является высшей заповедью как в исламе, так и в иудаизме, но знать Бога, вот, не верить Бога именно, а именно знать Бога, вот, значит, это в средние века наряду с предыдущими описанными формами указывается, и, наконец, новая библейская революция, которая происходит где-то в 15-16 веке в Европе, когда Библия открывается заново, и когда вот это новое открытие Библии, с одной стороны, приводит, как это ни странно, крушению религии, потому что значит, тот гармонический вариант, который был создан в средние века, он разваливается, и создается некоторая новая религия, это называют новая европейская религия, которая, конечно, христианство, но при этом христианство новое, потому что это не то христианство, которое было, то есть это продолжение того же самого христианства, разумеется, но оно обладает очень многими очень яркими качествами, поэтому вот я говорю здесь бог Ньютона, Канта, Гегеля, все эти вышеупомянутые бог Достоевского, бог Шекспира, бог Сервантеса, и так далее, но это также и бог, не знаю, современных теологов и так далее. Это как бы совершенно новая религиозная ситуация. И вот отношения между человеком и богом здесь тоже очень сильно меняются. Вот я коротко здесь попытался описать бог на отдыхе, когда, например, Галилей заявил, что наш мир это мир седьмого дня, когда бог отдыхает, он все запускил, все двигается, а богу уже не нужно ни во что вмешиваться. Теперь в очередь человека что-то делать. Я бы сказал, что это общеевропейское представление о том, что бог отдыхает в том смысле, что мир уже сотворен и что вмешательство бога в реальность в мир уже как бы не очень актуальна. С другой стороны, у нас есть еще такая трактовка, что бог в наших делах, а именно, что мы действуем, мы занимаемся благотворительностью, строим мир и так далее. Вот это запрессоружение, это и есть проявление бога. И, наконец, очень важная трактовка, это то, что бог находится внутри нас, то есть бог это то, что внутри нас, потому что бог же вдохнул душу свою в людей, вот он внутри нас и находится, поэтому нет необходимости искать бога снаружи, где-то там, а его нужно искать внутри нас. Но понимаете, какая штука, ведь мы-то это непонятно, что такое, каждый человек сам по себе, и поэтому получается, что бог это бог во мне. К конечной счете, это ужасно эгоистический бог, потому что он обладает божественной мощью, и при этом он, как бы сказать, весь поместился внутри человека, внутри человеческой души. Вот, но, в общем, я думаю, что примерно сейчас на этом мы должны закончить. я тут наметил еще несколько вопросов, я с них начну, видимо, следующее занятие, значит, что происходит, собственно говоря, с этим богом в наше время, вот, но, поскольку следующее занятие наше будет подширить эгоистическую, то мы и будем разворачивать это все в истории. Так что, большое спасибо всем, я вижу реплики, есть, но больших вопросов я не вижу. Единственное, что, если вам с просьбой, типа, комментарий к салмам, то, пожалуйста, давайте в форуме, перенесите вопрос в форум, я постараюсь исчерпывающим образом на него ответить. Так что, всем большое спасибо, до свидания. Так.